Добрый вечер, милые дамы и уважаемые господа. Здравствуйте. С вами Светлана Амельян, Наталья Некрасова. Савтор проекта «Избавизание», где мы обучаем стремительному освоению вязальной машины. Нуля. 31 октября начинается третий месяц девятимесячного курса авторского курса машинного вязания Натальи Некрасова. Почему он авторский? Потому что мы придумали методику последовательную. Значит, этот третий этап – это уже идет закрепление тех знаний, которые получены в первых двух курсах. То есть первый курс – это снятие страха. Второй курс – это расчеты и попадание в намеченные контуры. Мы это отрабатываем на носочках, на колготочках. И третий этап – это изделие для мальчиков. Вот как бы передаю автору, автор расскажет, что в этом курсе есть. Так, курс у нас на самом деле очень интересный для мальчиков. Это значит, мы будем вязать то, без чего наши мальчишки обойтись не могут. Шапочка, потому что в основном нужны козырьки. Шапка с козырьком с цельновязанными клиньями. Это тренировка не только для вязания клиньями в шапке, это наши выточки. То есть мы на шапочке отработаем выточки, которые будем применять в брюках, в юбках, в ритузиках, в чем хотите. В свитерах цельновязанная выточка вертикальная будет у нас использоваться вот такая же, как клиньями в этой шапке. Поэтому технология многообразная, тренируемся на малых формах. Второе – это карманы. Масса вариантов карманов – вшивные, накладные, вшивные под прямым углом, вертикальные, горизонтальные, наклонные. И несколько вариантов… да, два варианта. Вертикальных, наклонный, горизонтальный и несколько накладных. Вот такие вот карманы, в основном они применяются для мальчишек, но можно использовать и для абсолютно любого изделия. Потому что большие объемные кофты, как правило, тоже идут с карманами. Пальто с карманами, цветра с карманами, все идет с карманами. Очень сейчас модно и актуально. Вшивание молнии и планки – это как раз то, без чего кофта не обходится. Вшивание молнии мы выделили в отдельном уроке, потому что это считается не самым важным. Молнии пришивают, как придется, с торчащими вентами. Это как раз недопустимо. То есть даже если у вас лента контрастного цвета к вязанию, надо спрятать так, чтобы она красиво выглядела. И причем шить так, чтобы она вам не растягивала и не утягивала ваше изделие. Молнию можно подрезать. Растягивать, конечно, нельзя, но как подрезать молнию, я вам расскажу в уроке. И планки. Планки – это отличная замена молниям, о, господи, резинкам. Потому что не все имеют двухфантурные машинки, не все вяжут резинки. Но есть масса-масса планочек, которые украшают наше изделие ничуть не хуже. То есть планки в основном существуют для разнообразия и для украшения изделий. Ими можно делать манжеты, ими можно делать крыловины. И просто красивые вещи. Ну и четвертый урок – это апофеоз всех знаний, которые мы получаем в первых трех уроках. Это выкройка вязания детского прямого свитера. Ну почему с косами? Не с косами, а с корабликом. Ой, слушай, я просто что-то опять, да, я не исправила, ничего страшного. Это не страшно, потому что свитер мы еще вяжем, он в процессе. Уроки у нас живые, все меняется, вы меняетесь, мы меняемся, мы стараемся делать уроки интересные. Поэтому периодически перетряхиваем весь курс, и сейчас возникла необходимость изменения вот такого. Вот я хочу сказать, почему мы же вязали свитер на четвертом курсе, но мы сейчас решили его приблизить на месяц. На самом деле, женский свитер – это очень сложно, потому что женские фигуры, они сложны, они требуют особой посадки, особого оформления. Мальчики, девочки, маленькие детки, они попроще. Там мы не делаем никаких особых посадок на фигуры, там мы вяжем по минимальным меркам, с минимальной выкройкой, но мы были бы не мы, если бы мы сделали какой-то просто квадратик. Мы будем вязать с моделированием, то есть рукава у нас будут нестандартные, и сделаем огромный парус. Парус на животе у нас будет лодочка, лодочка – это карман кенгуру. Поскольку в карманы второго урока кенгуру не входит, мы решили эту дополнительно ввести. Дополнительно, потому что это тоже очень интересный такой урок, поэтому парус кораблика будет исполнять роль кармана, карманчика на пузе. Ну и бонусом пойдет у нас отличный детский комбинезон для малышней. Где вы сможете применить все то, что… Плюс еще и капюшончик с интересной застежкой. Ну вот это первый урок, который раньше был у нас на первом курсе. Да, но он тяжелый для этого. Он тяжелый. Мы вот как бы 5 лет его тренировали, но поняли, что, наверное, все-таки он тяжеловатый. Потому что в нем… Что в нем? В нем, на самом деле, самое сложное – это верхний клиник. Как раз те клиники, те выточки, ради которых эта шапка и создавала. А здесь вот не очень видно. Не очень видно, да, но здесь тоже их вообще не видно. Да, да, да. Но на самом деле козырек – это вообще интересно. Я думаю, что, получившись два курса с расчетами, со всеми делами, никак не упадать. Уже точнее будут попадать. Если вы будете попадать разнее, уже вопроса с вязанием и с вставками козырька у вас вообще вопрос не встанет. Ну, такие вот вещи, они сами собой не рождаются. Как сегодня на уроке выяснилось, даже те, кто когда-то вязал много носочков, на сегодняшнем уроке были приятно озадачены. Потому что получили то, чего они не… Приятно озадачены. Хорошо звучит. Ну, узнали много, 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 потому что… Мне казалось бы, чем можно удивить человека, который уже все знает? Ну, попробуйте посмотреть наши уроки и увидите, что все знать невозможно. Так, следующее. Это как раз карманы. Это отчетов как раз Антонина Кашкова. Да, мы причем не вяжем огромные свитера. Естественно, чтобы читаться за карманы, там 15 свитеров вязать не надо. Мы вяжем вот так же на полотна имитация. Имитация свитера, на котором… И вот этот отчет именно по карманам. Да. Молнии, но это не самая удачная фотография. Я не сказала, брать много. И вот этот вот макет свитера. Вот так он будет выглядеть. У него необычная верхняя часть, не совсем стандартная нижняя. И вот этот кораблик, если вы его видите, то отлично. То есть это и есть карман. Если не видите, попробуйте вглядеться. Да, попробуйте вглядеться. И плюс к этому тоже не совсем стандартный ворот сверху. Вяжется все очень просто. Выглядит сложнее, чем есть. То есть вот эта модель, она выглядит сложнее, чем… Задача была выполнить стремление тех, кто пришел учиться вязать, учиться машинному вязанию, потому что мечта у всех свитер подарочный сделать. Вот начинаем… Ну, либо мужу, либо хотя бы сыночку, да. Вот сыночку мы сделаем. Будет выглядеть так, что… Ну, то есть в вашем исполнении он будет выглядеть так, чтобы был, говорит, великий мастер, потому что вы уже очень много знаете и швы, и вхождение в разные меры. Хорошо, и все попадем. Мы попадем везде, потому что все очень боятся, сомневаются, но посмотрите, какие были носки. После таких носочков я не сомневаюсь ни в ком из вас нисколько. Свитер не будет… Будет не сложнее, чем носки, потому что, как подать информацию, это 90% успеха. Я уверена, что мы с вами справимся. Ну, вот этот комбинезон – это бонус победителям, которые нас отчитают за все четыре урока. Мы бонусами решили награждать те, кто работает. Кто работает, тот получит еще одну работу сверху, но уже бесплатно, и будете пользоваться этими уроками на свое усмотрение. Захотите свяжется, захотите нет, но, по крайней мере, вы посмотрите урок и будете знать, как это выполнить в случае необходимости. Ну, и также напоминаю, что те, кто заканчивает третий курс с бонусами предварительными, да, то есть как бы тот, кто получает шаровары как бонус, это говорит о том, что вы выполнили все четыре урока, и, соответственно, вы получаете доступ к следующему марафону, который будет в ноябре. В ноябре будет другой марафон, и также к четырем урокам посиделок без отчетов. И для этого мне также будет нужна ваша почта Google, поэтому мастер-группу я также предупреждаю, что вы имеете потенциальную возможность, то воспользуетесь вы ею или нет, это уже зависит от вас. Кроме как на почту Google высылать не буду, ни на какие, то есть когда будем анонсировать, что марафон, значит, только почту Google сообщайте. Если посиделки, значит, будете мне писать почту, куда вам высылать ссылочки индивидуальные для посиделок, потому что вот... Причем здесь не видно на фотографии, а на самом деле здесь не полосатый мальчик, а очень сложный узор, очень рельефный, но вот на фотографии это не показалось. А потому что маленькая, маленькая, ну, тут не разглядеть, надо было в полный рост, ну, в смысле, надо было фрагмент какой-то сделать. Ну, короче, те, кто получит, те не поджалеют. Сами Светлана Амельян, Наталья Некрасова. Савтор проекта «Избави вязание», где мы обучаем стремительному освоению вязальной машины с нуля.